Мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Анну и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в свои биополе на период сеанса? Она кивает, но ей очень тяжело двигаться, она как будто вся из кирпичей состоит, как лего, такими кубиками. Хорошо, сейчас все это уберем. Я даю команды на счет три. Скеннер начинает скенировать пространство над ее головой, под ногами, систем тонких тел Анны, находит все. Вот эта кирпичная, она как стена из нее вышла сейчас. Причем она из нее вышла, она не голограмма, сверху закрывает ее, она внутри нее. И от этой кирпичной стены выстраивается канал к ответственным 1, 2, 3, я их сюда притягиваю и становятся моими заложниками. Да будет так, а так и есть. Скеннер сканирует еще? Да. Хорошо. Снимается все маски, голограммы, все в клетке Тюрьмес, предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Это рептилоидная стена. Кто притянулся, Вера? Ну, конкретно к этой стене это рептилоид Грей. Сколько греев, сколько рептилоид. Один рептилоид и сколько греев? Двое. Дальше. Арахноид. Кто это? Кто-то мимикрирует, Вера? Подожди секунду. Хорошо. А нет, Джин. Он мимикрирует и он живет в доме, но не в ней. В ней есть энергии, но он не в ней. Джин, ты сказала, мимикрирует. Но он не притягивается хорошо, то есть он появляется и исчезает, потому что он не живет здесь. Хорошо. Его основное место обитания – это дом. Если что-то есть в биополе Анны от него, то этот канал должен сейчас сработать. Силам его намерения я притягиваю этого Джина сюда, где бы он ни находился. Он здесь. Так, паразит. Ты пытался здесь со мной играться, да? Он отвечает или нет? Он говорит, не убивай. Он не играется, а он здесь не живет. Да. А как твои энергии оказались в биополе Анны? Есть мои вещи здесь. Ох, Джин. Что-то ты мне недоговариваешь. У меня такое ощущение. Хорошо, Вера. Сколько у нас? Пять каналов сейчас? Давай пройдемся по каналу. Нет, у нас еще есть. Поехали дальше. Низковибрационных не хватает. Бес есть. С бесом Джин играют монетами. Ты посмотри. Хорошо. Он к нему в гости заходит играть. Поэтому он не притянулся. Джин заходит. Хорошо, Бес читает цифры над головой Беса. Восемь. Восьми герцовый Бес. Хорошо. Больше никого нет? Посмотри, пожалуйста. Все здесь. Микрофон чуть поправь, чтобы тебя лучше было слышно. Хорошо. Так, я объявляю программу всем присутствующим. Мы здесь находимся легально по воле и излиянию Анны. Вы находитесь здесь нелегально. Объявляю процедуру на сегодня. Первое. Сейчас начнется чистка и реверс энергии. Мы отдадим вам всю темную энергию, заберем всю светлую энергию по праву. После этого я дам команду вытащить из биополя все, что вы оставили. После этого я провожу рассинхронизацию. В процессе работы я буду задавать вопросы. Все, кто меня обманут, отправляются моментально в галактическое ядро. Здесь даже без разговора. Все, кто кооперирует и пройдут контрольную проверку после того, как все вытащат, те уходят на свою чистоту в первый раз. Всем понятно? Понятно всем, да. Начинается процесс чистки и реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии и откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Анне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, рептилоид и Грей, как долго вы находились в этом биополе? Ну, у них идет 3 года, но они в квартире и потихоньку подключались к ней постепенно. Понятно. Значит, рептилоиды и Грей осталась в квартире их установка, да? Много. Понятно. Скажите-ка мне, рептилоиды и Грей, а кому вы еще подключены в квартире? Только к ней. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Восемнадцать лет. Восемнадцать лет? А где же ты зашел? Покажи ситуацию. Почему ты так долго остался жить? Потому что человек как кошмар должен, в голове творится от него. Это и давление, и головные мигрени, и все, что ты хочешь себе представить, это арахноид. Итак, арахноид, я жду объяснений. Но он показывает только, как он сидит на голове ее и двигает лапами своими вверх-вниз. Двигает лапами. Как утрамбовывает. Понятно. Какой эффект это на физическом плане это вызывало у нее, арахноид? Какие боли? Давление, все, что с этим связано. Давление, как мы и сказали. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Семь. Инкубатор есть? Есть. Джин, считай цифры над головой Джина. Ну, он говорит, не убивай дорогой, я же тебе говорю, я здесь не живу, заходил к бесу поиграть. Веселый месяц был. Считай цифры над головой Джина. Три тысячи четыреста сорок пять. Угу. Сколько Джин находился в квартире и вообще в этом биополе? В биополе недавно, в квартире пять. С какой вещью пришел в квартиру? Показывает очень много разных маленьких вещей, с которыми он переходит из одной в другую в квартире. Какую вещь у тебя занесли в квартиру? Кружка. Кружка. Где твой сосуд? Игрушка. Игрушка. Хорошо. Хорошо. Где твой сосуд находится? В комнате. С красными шторами. В комнате с красными шторами. Что это за сосуд? Как он выглядит? Это игрушки. То есть это мелочи какие-то, с которых он переходит из одной на другую. Понятно. А ты сказал он с кружками? Он говорит, что он обосновался с игрушками. Игрушками. Хорошо. Значит, кто-то принес игрушку и он же откуда-то пришел. Правильно, Джин? Так и было. Пять лет назад. Поэтому я и спрашиваю, с какой игрушкой тебя принесли? И какая игрушка является твоим сосудом? Мне надо знать, как тебя отправлять. Или ты хочешь жить? Ну, он показывает что-то такое, как статуэтка, я бы сказала. Такая, как медведь какой-то. И бес. Как долго ты находился в этом биополе? Реверс закончился, Вера? Посмотри, пожалуйста. Идет пока остатки. Хорошо. Бес? Бес семь лет сидит. Хорошо. Как ты зашел в бес? Объясни мне. Покажи мне эту ситуацию. Где ты зашел? На какую чистоту? Зашел с портала. В ее квартире, да? Он говорит там, где она была. Понятно. Да, то есть она была еще где-то в другом месте и ты в другом. То есть не в ее квартире подселился. Правильно я это понимаю? В гостях где-то. В гостях. Хорошо. Бес, скажи мне, есть лярвы на теле у Анны? Есть. Где? Лярв много. Большие и маленькие. Большие и маленькие. Ты, наверное, хочешь меня попросить, чтобы я тебе их отдал потом? И кивает. Это зависит от твоей кооперации. Будешь отвечать на мои вопросы. После того, как все вытащишь, я тебе дам отдельную команду и разрешение эти лярвы забрать. Все понятно? Понятно. Хорошо. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Анна забирает все чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Идут энергии. Кому больше всех идет? А тарахной дойдет много. 18 лет, Вера. Это кошмар. Я не представляю. Бедный человек. Это ужасные боли. У меня в свое время, когда вы убирали у меня в чистке арахноида. Я эту мигрень никогда не забуду. Ни одна таблетка не действует. Арахноида, ответь мне на один вопрос. Вот человек, ты причиняешь ему давление. Он принимает эти таблетки. Эти таблетки вообще никакого тогда смысла не имеют. Правильно? Они же на тебя не действуют? Или ты как-то тоже что-то от этого получаешь? Объясни мне этот момент. Он на него не действует. А ее отравляет, правильно? Они идут по ее физическому пиоработу. Понятно. Хорошо, ко всем присутствующим обращаюсь. Кто получал какую-то пользу от этих таблеток, которые принимала Анна? Есть кто ты? Нижний. Нижний. Без. Ты, да? Иджин или Бес? Бес. Бес. Это ты любишь такие вещи, да? Оно же на тебя должно как наркотик действовать. Не так ли? Он показывает, что медицинские препараты бывают разные. Но все они влияют на физический биоробот. Понятно. Где ты сидишь внизу? Да. Физическую энергию забираешь. И получаешь красную энергию от этого всего. Понятно. Надеюсь, фиг более хорошее место ты себе нашел. Понятно. Вот так вот. Эверс закончился. Насчет таблеток. Хорошо. Начинаем тогда сразу с Беса. Бес, давай, выходи. Снимай все, что ты оставил. И доложи мне о готовности. Он мне лярвы показывает. Сначала сними все свое, а потом я тебе дам команду снять лярвы. Что он снимает, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ну, он снимает с ног какие-то… Ботинки. Ну, а не знаешь, как утяжелитель. Такая огромная подошва. Подошва, я вижу ее. Как вот эти готы ходят на таких… Да. Да. Полуботинки. Такая сплошная. Качели есть? Ленты, хорошо. Ленты. Руки тоже в ленту. Бес, там еще руки и ноги опухали, да? От лент твоих. Он говорит, что не только мои тяжести у нее большая была от этой голограммы внутренней. Угу. Хорошо. Голограмму у нас поставил рептилоид и Грей, да? Построили, да. Да. Ну, не знаю, Грей, не знаю. Все собрал. Хорошо. Я даю команду и разрешаю Бесу снять все лярвы в биополе. Анны, аккуратненько снимай все. Там черные есть лярвы? Много. Он показывает, они свисают с нее с рук. Ой, ужас. С рук в основном небольшие, такие как пиявки свисают. И есть большие. Причина образования этих лярв меня интересует. Это от интерферентов или это ее собственность? Это какие-то застоявшиеся болезни. Застоявшиеся болезни. Хорошо. Накопленные боли. Свисающих лярв мы еще не видели, по-моему, Вера, да? Ну, они небольшие, а у нее есть большие еще на голове он снимает. От арахноида должны быть, конечно. И на животе должны быть. От эндиктоида. Спина. Поясница. Готово. После этого у человека перестает болеть спина. Да. Хорошо, Бес доволен? Да, очень доволен. Хорошо, поехали дальше. Так, Джин, что у тебя осталось в биополе, Анны? Бес говорит, подзарядился надолго. Ну, понятно. Удачно зашел. Итак, Джин, что у тебя осталось в биополе, Анны? Монетки. И я даю команду. Включаю внутренний белосвет Анны. Один, два, три. И все, что находится на частоте Джина, начинает выходить и формироваться в шар перед ней. Один, два, три. Когда 100% этой энергии и артефактов будут выведены из биополя Анны. Ну, они остановились. Шар небольшой. Как теннисный мяч. И там есть энергии золотые. Как монеты золотые. Джина, ты об этом говорил? Да? А почему они находятся в ее биополе? Какая была функция этой подключки? Играли они с Бесом. Заходил он поиграть. Хорошо. Открывается портал в галактической дру под этим шаром. Он улетает в галактическое дру на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печаты, растворяя. Переходим к инзиктоиду. Инзиктоид. Выходишь. Достаешь свой инкубатор. Все подключки. И докладываешь о готовности к проверке. Приступай. Инзиктоид вышел. Вышел? Да. Собирает он. А тебе Джин говорит, зачем ты золото выбросил? Ты еще не знаешь, что с тобой сегодня может случиться. Тоже золото выбрасывает? Да. Я выбрасываю. Для меня оно не имеет цены. Вообще никакой. Ни золото, ни бриллианты, ни деньги. Представляешь? Он говорит, что это нехорошо. У него магнетическая энергия. Золото. Да. Ослепляющее. Зовущее. Но меня не ослепляет. И не зовет. И Веру не зовет. И не ослепляет. Ты не на тех наткнулся сегодня, Джин. Он говорит, зачем же выбрасывать? Ты знаешь? Она пригодилась бы. Уже не пригодится. Инзиктоида много какой-то. Не знаю, что это. Рыхлость какая-то штука. За семь лет можно что угодно там установить. Высасывай все. Собрал все инсектоида. Хорошо. Арахноид. Выходишь. Вытаскиваешь все свои подключки. Отсасываешь всю жидкость. Никакого следа, чтобы от тебя не осталось в ее биополе. Приступай. Она как насквозь проколота. Сверху. Голова в паутине вся. Там столько отсосано энергии ужаса. У нее на плечах что-то шея. Шея и начало спины. А что там? Там кокон какой-то сплетен у нее. Кубатор там у него. У кого из присутствующих кроме рептилоида и джина есть в квартире? Свои подключки? Или родственники? Арахноид? Инсектоид? Есть у вас там что-то? Арахноид, да. Не у него. Другой там. А, там другой арахноид. Хорошо. Это твой родственник или это другой вообще? Другой. Другой. Хорошо. Значит, я тогда буду после отпускать тебя вместе. Вернее, без никого. Если бы у тебя была семья, я мог бы тебя всех собрать. Они не пересекаются, но знают, как у них четкая линия откачки энергии. Грань он показывает, в которую они не переходят. А какая это грань? Расскажи мне, Арахноид. Очень многие интерференты не знают грани. Например, драконы. Мне интересно, как вы это видите? Это грань между ними, которую они не переходят, они договариваются. Какую энергию они собирают? Понятно. Чтобы не пересекались интересы. Ну, это я знаю. Вы умеете договариваться друг с другом, это понятно. Хорошо. Так, рептилоид Грей. Рептилоид, проконтролируй. Грей выходит и вытаскивает все, что они оставили. Докладывают о готовности. Они снимают с нее устройства какие-то, подключенные к этой голограмме. Грей, какая функция этих подключек была? И этой голограммы, и этой стены прежде всего? Стеной они утяжеляли, они проводили определенный опыт исследования. Какие цели были у этого исследования, Грей? Изменения человеческого биоробота. Каким образом? Нагрузки на разные тела они делали. На чакры на разные. Ну, это понятно. Какая конечная цель этих экспериментов? Вы дали эти нагрузки, вы проверили. А дальше что? Грей, меня обманывают бесполезно. Но они говорят, что при нагрузке сколько процентов энергии можно откачивать у человека. То есть... Нагрузки на разные чакры. А почему вы взяли именно пожилого человека? Почему вы не взяли молодого человека? Говорят, что это важно. Именно в этом случае мы и проводили эксперименты. То есть вы проводили эксперименты, какую нагрузку может выдержать пожилой человек? Биоробот, да. Биоробот пожилого человека. Если взять сто процентов энергии у человека, какой процент откачивали вы? Где эта критическая точка в ходе ваших экспериментов? Как вы установили ее? Он говорит, что в случае с ней до восьмидесяти четырех процентов. Но только из одной чакры. Только из одной чакры. Это предел. Это уже садизм. Ты знаешь, 80% это уже действительно садизм. Ты человеку оставлял возможность просто существовать. Говорят, что это не было постоянно. Ты спросил, да, результаты исследований, экспериментов. Я понял, да. Хорошо. И еще один вопрос. Как долго эта стена находилась в ее биополе? Вы три года находились в биополе. Он сказал, что потихоньку ее строили. Совсем закончена она последний год. Понятно. То есть, вся мощность этой стены она могла ощутить Анна в течение последнего года. Я правильно понимаю? Да. Благодарю. Хорошо, вытаскивайте все. Достали все. Отлично. Хорошо. Переходим сейчас к процедуре рассинхронизации энергии и проверки. И я даю команду, значит, три Анне на рассинхронизацию между Анной и энергиями рептилоидов, Греев, арахноидов, числового значения 100%. Еще Анне было очень трудно дышать от этой тяжести. Эта проблема с дыханием была связана с этой стеной, я понимаю, да? Да, утяжелением. В смысле, я была все тяжело делать, даже дышать. Готово. Хорошо. Так, рассинхронизация прошла. И я даю команду скэнеру на счет три. Скэнер начинает сканирование всех семи тонких тел Анны и находит в контрольной проверке любые чужеродные негативные энергии в нано-формате уничтожается на месте что-то крупное, забытое, загорается ярко красным маячком. Скэнер сканирует системы тонких тел Анны, проводит проверку. У нее сердце красное. Так, и ответственность за эту подключку загорается над ним ярко красный маячок над клеткой. Это не они. Кто это? Ну, это, видимо, боли какие-то ее собственные. Причем там нет красного маячка, там зеленый маячок. Понятно, это ее собственность генерирована, правильно? Может быть, оставшаяся боль какая-то. Хорошо, я даю команду на счет три. Анна начинает выдавливать все эти красные энергии в области сердца. Они выходят и формируются в шар перед ней. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все энергии Анна выдавливает внутренний белый свет, включая ее дополнительно, она выдавливает до последнего микрона все эти боли, ей же сгенерированные, все выходит, формируется в шар. Готово. Большой шар? Нет, небольшой. Открывается портал в галактическое ядро, и этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, все прошли проверку. Так, подхожу к Анне, кладу руки на плечи и помогаю ей моей энергии произвести импульс высокоаббрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. Один, два, три. Пошел мощный импульс, сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро, и все эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, рептилоид игры. Я вас сейчас отправлю назад в квартиру, вы соберете все, и где-то минут через 15-20 я приду и отпущу вас на вашу чистоту. Это же касается Джина. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, вреда вам причинять не буду, так как вы кооперировали. Порталы вам открою. Собирайте спокойно все, ничего не забывайте, потому что мы будем проверять. И на счет 3. Я открываю портал в квартиру Анны. Один, два, три. И рептилоид с Грэмми уходят в этот портал, и вместе с ним уходит и Джин в этот портал. Готово. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо, арахноид готов уходить? Да, он готов. Больше в это биополе не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида, один, два, три. И арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, опечатая, растворяй. Готово. Хорошо, инзиктоид готов уходить? Да, он готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида, один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, Бес готов уходить? Ну, ты уже свою программу выполнил, тебе уже нечего, в принципе, желать. Готово. Хорошо, открывается внизу, в это тело больше не приходишь. Открывается портал внизу против часовой стрелки, один, два, три. И Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Поехали дальше. Есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова